МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние несколько лет мы провели полный капитальный ремонт всего здания. Садик очень изменился и внешний, и внутренний. На сегодняшний день существует одна проблема – благоустройство территории. Александр Зубарев с этим согласился, сказав, что нельзя ремонтировать школу или детский сад, забыв о прилегающей территории. Это уже неправильно и нехорошо. И особенно на территории детского сада я не понимаю, как он может существовать, функционировать без благоустройства территории. А вот молодого педагога из села Нижняя Дорожная тревожит отсутствие дороги к новой школе. Замгубернатор обещал заняться и этим вопросом. Я уже сегодня об этом говорил. Таких населенных пунктов, чем по большому счету, в Курске не должно остаться. Областные власти много делают в части исполнения майских указов президента, в том числе и в сфере образования. За 7 лет создано 14 тысяч мест в детских садах. 92% курских школьников учатся в первую смену. Да и сами горшечинцы видят, что процесс модернизации идет. В нашей школе открыта в этом году дошкольная группа, что очень весомо, так сказать, для нашего села. Это и новые рабочие места, это и куда пристроить детей родители могут. Работают и общественные институты. Горшеченское отделение Союза пенсионеров заметно расширило учебный процесс. К урокам компьютерной грамотности и здорового образа жизни добавились весьма сложные предметы. В этом году мы психологию открыли. Да, психологию. Очень интересно. Мы с удовольствием все ходим. Мы рисуем и тестирование проходим там. Естественно, в центре внимания вопросы экономики. Александр Зубарев отметил, по итогам прошлого года у него нет серьезных претензий ни к одной отрасли. Некоторые, напротив, демонстрируют неплохие темпы роста. В прошлом году у нас перерабатывающая промышленность дала прирост по 13%. Такой же темп сохранится и в следующем году, и в этом году. Потому что мы предполагаем увеличение и производства сельхозпродукции. То есть опять наращивание сырьевую базу. Большая роль в этом ложится и на плечи горшеченцев. Агрария одного из самых отдаленных районов области всегда числились в передовиках.